Отделение детской кардиологии Республиканского центра матери и ребенка получило в дар от благотворительного фонда имени Мирона Шора современное медицинское оборудование – эхокардиограф. Врачи кардиоотделения очень ждали того момента, когда у них появится новый аппарат по диагностике одного из самых важных органов человеческого организма – сердца. Этот комплекс был необходим, но проходили годы, все ограничивалось обещаниями. Маленькие пациенты не понимали значения эхокардиографа для лечения больных, но слышали, что они станут здоровыми, как только появится этот чудо-аппарат. Доктор хабилитат медицины, глава отделения детской кардиологии в центре матери и ребенка Инна Полин рассказала нам, что возглавляемое ею отделение на протяжении долгих лет сталкивалось с острыми проблемами нехватки оборудования, и им приходилось отправлять своих пациентов в частные клиники. В центре кардиологии пациента в центре материала Мами и папиллова примут в докторе новый аппарат – «ECOCARDIOGRAF», «Доплер Color» «Перформант». В одной секции в кардиологии педагоги в стране, в которой аналитно се экзаменит и примет тратание около 1000 детей с различными патологии кардиоваскуляре, пану на сегодняшний день, лапсилетный аппарат для экзаменения пациентилов михи на момент oportun, для установления у него диагностики преследователь и решение тактики для тратания на момент употребления. Липсея этот аппарат и, благодаря фундаменту Мирон Шор и президенту этой фундаменту, домовый Илан Шор, не оформляет, в связи с сенсибилизацией проблемы с патологией кардио-васкулара в Республика Молдова, он оформляет и отвечает на нужные обязательства, и обеспечения, и обеспечения, и обеспечения, и обеспечения микути. Вот эти аппараты имеют очень низкий порог силы самого ультразвука. Они, в принципе, имеют пределы до 40-60 дБ. Если мы едем в машину и включаем музыку на 40-60 и так далее, она уже больше, конечно, вреда, чем от этого аппарата, в принципе. Тем более для детей это абсолютно безвредно. Ну хорошо, не будем спущать мальчика. Поэтому мы вам говорим огромное спасибо, потому что этим самым вы действительно внесли огромный вклад, в первую очередь для здоровья детей, для комфорта уже самих медицинских работников уже не говорим, почему. Потому что для них это то же самое, что покупаешь для ребенка хорошую машину, и он играется. Это то же самое, специалист. Когда даешь хороший аппарат, это то же самое, что мы получили хорошую-хорошую машину, при которой мы можем чувствовать себя. Дети – это святое, поэтому для их здоровья тоже святое. Средства на покупку диагностического аппарата были выручены с концерта известной российской певицы Жасмин. Совместные благотворительные проекты фонда и певицы стали доброй традицией. Жасмин вместе с супругом, молдавским бизнесменом и главой фонда имени Мирона Шора Илоном Шором постоянно устраивают благотворительные акции, но чаще всего для детей. Вместе они продолжают традиции Мирона Шора, который никогда не оставался равнодушным к чужому горю, особенно если оно касается ребенка. Безусловно, это продолжение традиции, потому что любой человек, он вырос в какой-то семьи, с какими-то традициями, что-то в нем воспитали, что-то он продолжает. Ну, это один из смыслов жизни человека. Это то, без чего нормальный человек в принципе жить не может. Ну, не то, что там бизнесмен, не то, что любой человек. Не важно кто и не важно чем. Главное – помочь. Эти слова очень тронули медицинский коллектив. Дети не понимали, что сейчас речь идет об их здоровье, жизни, о том, что они, как и другие их сверстники, теперь смогут весело играть, бегать и прыгать, а не смотреть грустными глазами, как это делают другие ребята. Во-первых, эта задумка была еще достаточно давно. Во-вторых, задача нашего фонда – помогать детям. Одна из первых задач. И, безусловно, что значит помогать детям? В первую очередь – за здоровье. Поэтому, когда определяли в данный случай, чем мы конкретно поможем, мы определили, что мы именно поможем этому институту, который занимается именно лечением и здоровьем детей, и тот аппарат, который им был именно нужен сейчас. Мы постоянно помогаем другим учреждениям и по мере того, как к нам обращаются. Мы стараемся, чтобы никто из обратившихся к нам не остался без внимания. Для нас это важно, потому что, повторюсь, у фонда задач несколько, но одна из приоритетных – это дети. А у детей – это здоровье. Врачи отделения детской кардиологии подчеркивают необходимость такого аппарата. Добавляю, что при правильной и точной диагностике шансы помочь и спасти ребенка увеличиваются в разы. Данный аппарат, который был получен в нашем отделении кардиологии и ревматологии, является очень нужным в данный момент, потому что он как бы облегчает работу врачей и улучшает качество обслуживания наших пациентов, потому что не всегда можно привести пациента к аппарату, к ультрасомографу. Нужно, чтобы аппарат подвели к ребенку, чтобы сделать данное обследование. Есть тяжелые случаи, когда там ребенок просто нетранспортабельный. Это с одной стороны. С другой стороны, он современный аппарат, все функции есть. Первый пациент, который прошел обследование на современном аппарате – восьмилетний Михай, страдающий врожденным сердечным заболеванием. Он рассказал нам, что ничего не почувствовал в момент проведения этой процедуры. Но детей ждал еще один сюрприз. Каждому ребенку вручили подарки, которые очень обрадовали маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями. Родители малышей не могли говорить, слезы застилали их глаза. Мы не настаивали. Будем ждать, когда нынешние наши маленькие герои вот так будут резвиться и счастливо смеяться. И тогда уверены – мамы и папы этих детей наконец-то свободно вздохнут и расскажут о прошлых страданиях и будущих планах на жизнь своих семей. Субтитры создавал DimaTorzok